Мы на месте. Мы приветствуем Светлану. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверить ли она нам свое биополе на период сеанса? Вот это все большое стоит и кивает, но это сверху у нее вот эта оболочка, она как голограмма вокруг нее. Хорошо, давай тогда снимать по частям. И я даю команду Scanner. Scanner сейчас сканирует Светлану и отключает эту голограмму, которая находится в ее биополе. Один, два, три. До последнего чипа датчика импланта конвектора вместе с сопутствующими энергиями все это выводится из биополя и отправляется в клетку-тюрьму. Да, готово. Еще видно что-то? Дракон с ней вышел, трехглавый. Синий. Трехглавый синий дракон. Ты посмотри. Будет сегодня интересный разговор с ним по существу. Даю команду на счет риск. Scanner сканирует пространство над головой Светланы под ногами 360 градусов вокруг нее. Scanner сканирует систем тонких тел Светланы. Находит все. Демон вышел. Инков вышел. И арахнует. Хорошо, всех записал. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы. Все будут на них отвечать. Кто не будет отвечать или будет говорить неправду, будет наказан. И это очень быстро здесь происходит. Итак, я даю команду тонкой копии Светланы спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоэббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены и низкоэббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Светлане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс. Ей, знаешь, трудно дышать. И вот этот хориб, с которым она дышит, идет к этой конструкции. От нее? Да, от нее какая-то еще внутри осталась вот эта пыль энергии, которая возвращается назад. Усиливай все в сто раз, если ей мало энергии, подхожу и даю ей 100%. Пошла заправка энергии. Она пока не может отличить свою и чужую энергию. Эта конструкция 12 лет стояла. Хорошо, я подхожу к Светлане, помогаю ей моей энергии. Сейчас на счет три сделать отчуждение всей этой энергии, которая негативной, которая пришла из этой конструкции. Один, два, три. Пошла моя энергия. Выдавливаем все до последнего. Все чужеродное, все негативное, все патогенное. Все чужое уходит по каналам назад. Отпускайте все. Она чувствует эту энергию. Это какой из нее? Ну, она такой звук какой-то произнесла, когда твои энергии пошли, и из нее большим потоком стала уходить чужеродная энергия, потому что она уже не различает, где своя. Ну, понятно, да. Все понятно. Хорошо. Все идет, да, пока? Идет, но у нее эмоций много. Ну, эмоции мы потом выдаем. Считай цифру. В том, что я копия, у нее слезы и сопли начинается. На руками как-то машет. Хорошо. Считай цифры у демона над головой. Двенадцать. Скоро будут тринадцать. И сколько ты находишься в биополе двенадцатой? Пять лет. Ну, на что ты зашел? У тебя есть контракт с ней? Нам с ней очень-очень хорошо. И контракт у меня есть. И контракт у тебя есть. Так что я на своем месте. Ну, будем проверять сегодня все. Реверс закончился. Отлично. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Светлана забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Светлана себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Синий дракон, у тебя есть контракт с ней тоже? Есть. Да ты что. И у тебя контракт, и здесь контракт. Светлана, а вы можете... Она наивная. Она наивная. Светлана, вы можете как-то объяснить наличие двух контрактов в вашем биополе? Один с демоном, один с драконом. Вы какими-то практиками занимались непонятными или что у вас там было? Она руками разводит. Хорошо, мы сможем увидеть, как это все происходило. Инкуб, ты сколько находился в биополе? Что, он считает или что? Так выглядит смешно. С бородой какой-то. Он пришел вместе с... Демоном. Демоном, да. Пять лет. Он показывает, когда выпивает она, он тоже пьяный. И вот там у них мечты сбываются. А, понятно. Хорошо. А наливает, я полагаю, демон, да? Да. Значит, у нее контракт на алкоголь с демоном, да? Ревер закончился. Ну, Светлана, Светлана. А знаешь, у нее на радость контракт. И от демона возвращалась радость. То есть, она потеряла радость жизни и пыталась убежать от себя в алкоголь. Там ей радостно было. Там была перемена состояния. И на этом он с ней. Хорошо, Светлана, посмотрите на эту радость. Вот она у вас сейчас в клетке стоит, вы ее видите. Четко и ясно. Вот сюда вы убежали. Ну, она булькает себя эмоциями изнутри у нее все-то. Оторжение идет. Хорошо. Поехали дальше. Тогда начинаем с арахноида. Арахноид, сколько ты находился в биополе? Три года. Три года. Кто из вас присутствует в квартире? Мы ее сегодня тоже чистим. Арахноид есть в квартире. Демон в квартире. И у дракона есть там плата. И у дракона есть плата. Ну, платы дракона я, в принципе, могу и сам снять, и сжечь. Это не проблема. Будем смотреть дальше. Начинаем с арахноида. Арахноид, выходи. Вытаскивай все свои иголки, всю свою паутину. Ничего не забывай. Я возвращаюсь и докладываю мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он уже никуда не уйдет. Итак, синий дракон, вернемся к тебе. 12 лет ты находился в этом биополе. Каким обманом ты вошел в это биополе? Сейчас, подожди. Этот арахноид, он снимает иглы, и у нее иглы приходят насквозь, головы, в спину, по позвоночнику. И рядом с позвоночником. Какие-то боли были, арахноид? Жешмал, клоп-то, вонючий. Спина? Стоять не может она долго. Из-за этих игол, конечно, долго. А иммигрени были? Головная боль? Были. Понятно. Хорошо, вытаскивай все. Они как сабли большие такие у него. Саблиносный арахноид. Как я буду его называть? Саблиносец. Он утащил все. Поехали дальше. Инкуб, выходи. Снимай все свои ленточки, ошейники. Что у тебя там установлено? Ничего не забывай, возвращайся назад. У него такие осы и бородка, как у Дон Кихота. Увидел сейчас. Остренькие такие, да? Да. Хочет быть красивым? Нет, он ее фантазии воплощает. А, вот как. Солидного мужчины, ищущего, борющегося за сердце женщины. Понятно. Скажи мне, Дон Кихота, как тогда твое воздействие отражалось на ее самочувствие? Это была тяжесть, разочарование? Что это было? Давление какое-то? Неудовлетворенность? Что это было? Ей неудобно в своем теле. И? То есть, это она ощущала, что ей неудобно в своем теле? Да. Он показывает. Значит, что-то создавал он, а что-то воду показывает он. Воду? Воду, отеки у нее, и чешется живот, тяжести и лишней жидкости. И это ты все сделал? Нет, он утяжелял. Он утяжелял. А откуда эта жидкость берется? И тяжесть это откуда? Кто там виновный? Ну, вот утяжелял он как раз. Ну и плюс, это жидкость, которая собирается у него внутри. Биоробот. Понятно. Итак, ждем, пока он вытащит. Он вытащил, все снял. Хорошо, выходит демон сейчас. Отключается полностью и докладывает мне на месте, что он отключился. Скажи мне, демон, есть лярва в биополе Светланы? Подожди, вот этот инкуб, он говорит, что она не тянет на женщину. За сердце которой надо бороться, она тянет больше на лошадь, на которой можно ездить. И он с нее снимает вот это сидение, которое на лошадь ставят. Понятно. Значит, он сидел на сидении. Ну да. Тяжесть у него была и живот, и спина. Инкуб все снял? Да. Возвращается в клетку. Даю команду демону. Демон выходит, отключается полностью. Я спрашиваю демона, есть ли лярвы в биополе Светланы? Да. Где? Спина, живот. Спина и ноги. Хочешь их получить? Хочу. Давай тогда снимай все, что я оставил, расскажи, как оно действовало, я дам тебе отдельную команду потом. Приступай. А что с моим контрактом будет? Будем аннулировать. Знаешь, у него там стол с закуской. Да ты что? И всегда готов, как он говорит. Всегда готов налить рюмаху? Да. Ну. Все вынес. У каждого своя специализация. Лярвы он забрал? Нет. Разрешайте лярвы забрать, приступай. Готов. Хорошо, поехали дальше. Синий дракон, 12 лет сидевший, имеющий контракт, выходит сейчас, вытаскивает все свои платы, отключается полностью и возвращается в клетку. Считай цифры у него над головой, Вера. Над головами. Над головами. 8, 27. 8, 0, 27. 8, 0, 27. Хорошо. 43, 11. Да. И? 246. 246. Ну что, он хочет сказать, что он обучал молодую голову? Или какая цель его пребывания, дракон? Разве это плохое обучение, заключить контракт в свою пользу? Не знаю, если тебе известны последствия заключения таких контрактов. Он все вынес. Отлично. Включаем внутренний белосвет Светлане. Этим светом нам выдалит из себя все негативные патогенные низкоэббрационные энергии, а также все энергии, остаточные, находящиеся на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Свет пошел. Все эти энергии выходят и формируются в шар. Есть. Небольшой шар. Открывая портал в галактической адресу, шар уходит на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Энергоудар сейчас нет смысла делать, потому что у нее контракты есть. Так, Демон, ты еще в квартире там присутствуешь, да? Да. Я тоже сегодня квартиру буду чистить, поэтому буду собирать там весь негатив. Он тебя интересует? Да. А эмоциональный фандом тебя интересует? Все, что несет негатив и низкие вибрационные, меня интересует. Мариш, я сейчас буду зачитывать текст и выводить эти эмоциональные энергии. Ты мне потом скажешь, какие из этих энергий являются основными, из которых вытекает все. Я сейчас скажу. Давай. Пустота. Пустота где? В душе, в сердце где? Пустота в душе остановилась, двигается. Пустоту пытается заполнять. Отсюда я. И инкуб. Пустота пришел. Понятно. Все понятно. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Светланы и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоэбрационные эмоциональные энергии. Все это низкоэбрационные и резгенерированные проецируются на эмоциональном фантоме. Да, вышел фантом мне. Много? Он такой хаотичный весь. Много, да. Хорошо, Светлана, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами произвели? Готова. Сворачивай эти энергии в шар. Демон забираешь? Да. Отправляю демона. Есть. Хорошо, тогда мы сейчас перейдем сразу к аннулированию контрактов и договоров, и после этого я тогда уже буду отпускать кого куда. Итак, по закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Светлана должна взять ответственность за свою жизнь, в свои руки выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, она готова. Я говорю вслух, и я тонкая копия повторяет за мной. Я. Волнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Вышли. Два. Два. Отлично. Вы готовы расстаться, аннулировать эти контракты, Светлана? Она очень хочет их аннулировать. Она здесь, чтобы ей помогли это сделать. Хорошо. Повторяйте за мной. Договора по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Вашего возврата энергии, если такова и есть. У нее возвращается ее энергия. Она просто показала, откуда она. И ей идет ее энергия родная с обоих контрактов. С обоих контрактов. Понятно. Хорошо. Готов. Пока вернулась. Хорошо. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Аннулированных. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Так. У нас арахноид и демон находятся в квартире. Я их сейчас буду отпускать в квартиру. Собирайте пока все, что вы там оставили. После этого я приду с демоном, как договорились, и потом проверю и открою каждому портал на его частоту. Все понятно? Да. Хорошо. Открывается на 4-2 портала в квартиру Светланы. 1, 2, 3. В один идет арахноид в квартиру. И во второй уходит демон. И дожидается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. И инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон. У тебя есть контракт? Сам же аннулировал. Но благодаря тебе мы получили прекрасный, колоссальный опыт. Благодаря мне? Чистка. Это тоже опыт. То есть ты хочешь сказать, что то, что ты присутствовал на чистке, тебе дало какие-то знания, да? Конечно. Ну, хорошо. Ты взглянул одним глазом на то, как мы работаем. Хорошо. Я полагаю, мне не стоит доставать печать дракона и усугублять это все, правильно? И ты понимаешь ответственность за свою эту ситуацию? Понимаю и принимаю, а также даю слово синего дракона, что не вернусь в этот биоробот. Отлично. Меня такой ответ устраивает. Ты готов уходить? Я готов уходить, и я понимаю всю серьезность нанесенного ущерба и благодарю за опыт для всех моих трех голов. Хорошо, синий дракон. Буду тебя отпускать. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает свои платы и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Мы все отстегнули. Поехали по частотам. Как вы себя чувствуете, Светлана, после чистки? Мы закончили работать. Она показывает себя. Вижу. Светите вся энергиями наполнена. Хорошо. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. Сейчас мы будем его вызывать, и после встречи с куратором перейдем сразу к чистке квартиры. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Светланы. У нас он здесь давно уже. Это мужчина. Зовут его Нигель. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит передо мной в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Светланы. Представьтесь, пожалуйста, как мне обращаться к вам? Зовут его Нигель. Нигель. Хорошо. Мы приветствуем. Уважаемый Нигель, вы куратор или учитель? Приветствую вас в этой комнате. Довольно комфортно здесь находиться. Не ожидал. Я куратор Светланы на эту жизнь, на это воплощение. Приятно видеть вас в нашей комнате диагностики. Меня зовут Влад. Это Вера, ваша подопечная. Светлана тоже здесь находится. Уважаемый Нигель, Светлана подготовила 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти волнующие вопросы? Нигель. Нигель. Прошу прощения, поставлю ударение правильно. Да, мне приятно здесь находиться, и поэтому я отвечу на вопросы. Здесь энергия Арго присутствует, и мы знаем, что все себя чувствуют, кураторы здесь очень комфортно. Благодарю вас. Итак, первый вопрос. Откуда моя душа? В солнце. Мы солнечные души. Наши энергии золотые. Замечательно. Приветствую представителя Солнца в нашей комнате диагностики. Я хотела сказать золотые в своей лучшей середине. Бывают вниз, бывают вверх. Свечение от желтого до искристого. Я заговорился. Продолжай. Никаких проблем. Рассказывайте, пожалуйста, в нашей комнате диагностики уже были представители Солнца. Точно так же и мы с Верой имели честь по приглашению посетить Солнце. Я думаю, мы были где-то на околоземной, околосолнечной орбите, там, где принимают. Вот. И очень незабываемые впечатления, уважаемая Нигель. Так что мы в курсе, где находится Солнце. Я перехожу с вашего разрешения ко второму вопросу. Переходи. На каком уровне находится мое высшее я? На восьмом уровне. Высшее я восьмое. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько кармических узлов было на это воплощение? Сколько прошло? Сколько заработало новых за эту жизнь? Такой вопрос. Ты прошла четыре кармических узла. Один остался на эту жизнь. Благодарю вас. Я перехожу к следующим вопросам. Четвертый. Сколько темной энергии я набрала? Основные причины ее наработки. Основные причины наработки. Негативной энергии. Жизнь на Земле. Принятие неправильных решений. Несогласованных с решением и зову совести сердца. Такие, как меркантильные решения. Или же решения в свою пользу, не учитывая другие мнения. Плюс бездействие. Опускание рук, как вы это называете. И беспочвенные обвинения и подозрения. Ты набрала двадцать четыре процента. Двадцать четыре процента. Благодарю вас, уважаемая Нигель. Я перехожу с вашего разрешения к пятому вопросу. Насколько процентов я отработала свою программу? Это двусмысленный вопрос. Если вы говорите про кармические узлы, я уже сказал, остался один. Если вы говорите про возраст на Земле, то это ничего не значит для меня. Так как свою программу можно отработать и за десять лет пребывания на Земле с учетом осознанности души. Благодарю вас. Я сам удивился этому вопросу. Даже не знал, как вы на него ответите. Хорошо. Есть кармические узлы, и о них вы рассказали. То есть это повторение вопроса. Благодарю вас. Мы можем идти дальше, уважаемая Нигель. Хорошо. Благодарю вас. Итак, седьмой вопрос. Сколько раз на Земле в качестве человека воплощалась моя душа? Шесть. Это шестой. Шестое воплощение. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Расскажи, пожалуйста, о предыдущем воплощении на Земле. Когда, где и какой опыт получила? Хорошо. Я возьму одно из воплощений. Это Римская империя. Ты была медиумом. Какие-то года? Двенадцатый, тринадцатый год. Это Рим. Рим. А, нашей эры. Окей. Рим. Понял. Медиумом при дворце. Предсказания, астрология, сновидения. Предсказывала императорам, их женам, любовницам. Общалась с малым количеством людей. Ходила в накидки, больше похожие на капюшон. Капюшон и накидка в пол. Мало кто знал тебя. При смене правительства бежала, бежала из дворца, предвидев гонения и перемену власти. Жила в небольшом поселении, не показывая свои способности, помогая людям в этом поселении. Что еще вы хотите знать? Ее основной вопрос, какой главный опыт она получила в той жизни? Или взяла с собой, если так можно назвать? Главный опыт на тот момент, на тот период жизни, это не высовываться, полученный при жизни. Не высовываться со своими солнечными энергиями и знаниями, а также помощь нужна всем. Не только императорам и предводителям, властям, но и людям вокруг тебя, которые более благодарны. Благодарны, я имею в виду энергетически. Понятно. Благодарность — это помощь и получение результата, который она чувствовала, и душа была на месте. Это и есть вывод. Делай там добро, где ты есть, раздавая золотые энергии и знания вокруг себя. Но в первую очередь научись защищать ее внутри себя. Благодарю вас. Вы закончили? Прочитай мне вопрос, чтобы я обобщил. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, о моем предыдущем воплощении на Земле, где и какой опыт... Нет, это мы уже прошли. Нет, это этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, о предыдущем воплощении на Земле, где, когда и какой опыт я получила. Опыт души после выхода из тела был, как я уже озвучил, что помогаю всем, кто рядом с тобой. Всем нужна помощь, даже животным. Благодарю. Благодарю вас. Хорошо, идем дальше. Восьмой вопрос. Какой главный... Добро не имеет границ. Извини, что перевел. Абсолютно верно, так и есть, уважаемый Нигель. Восьмой вопрос. Какой главный опыт моя душа решила приобрести в этой жизни? Это вопрос не ко мне. Я не даю такие ответы. Это опыт твоей души, твой личный, который ты должна найти внутри себя и ответить на этот вопрос. Я уже сказал, что добро не имеет границ. И твоя энергия солнца, она как жидкое золото, похоже на масло, по консистенции разливается вокруг тебя. Научись сохранять эту энергию, управлять ей и дарить ее людям вокруг тебя. Научись получить знания и развивать себя изнутри, закрывая пустоту, которую ты собрала. Осознанность и повышение и изучение, развитие — вот главные задачи души, любой души. Делая это, ты сама поймешь смысл нахождения на земле. Благодарю. Получение опыта. Благодарю вас, уважаемый Нигель. У меня остался девятый и десятый вопрос. Девятый вопрос, я скажу вам честно, я не совсем понимаю. Возможно, и не смогу вам объяснить. Возможно, вы здесь больше поймете. Итак, девятый вопрос. Какие задачи ставила себе на пенсионный возраст? Ты немного не понимаешь, как ставит задачи душа перед воплощением на детский, юношеский, взрослый и пенсионный возраст. То, что есть на земле, мы видим это по-другому перед воплощением. Как я уже сказала, можно за 10 лет пройти всю программу, запланированную программу души. А можно и за 100 лет не подойти к ее исполнению. Главная задача души – это развиваться на протяжении всей жизни. Находить информацию, которая дает ответы твоей душе. Жить соответственно с ответами твоего сердца. Не жалея о таких решениях. А если есть решения, приняв которые ты пожалела, это значит, они не были согласованы с твоей душой и принесли тебе только боль. Задача твоей души в любом возрасте земном – развиваться, нести позитив, светить изнутри, и при этом сохранять и управлять своими энергиями. Информации много на земле. Как укреплять свою душу. Есть разные практики, в том числе физические. Состояние созидания очень важно для души. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Нигель. Десятый, последний вопрос. Чем я занимаюсь между воплощениями, в кавычках, дома? Мой дух какую энергию несет, мужскую или женскую? Я вижу здесь два вопроса. Между воплощениями душа отдыхает, созидает, собирает свою осознанность по прожитым жизням, осознавая для чего, зачем, осмысливая и переходя на другой уровень, ставя новые задачи, наполняясь энергией. Дальше мы проводим определенное количество жизней, занимаясь каждой своей задачей, принося пользу нашему дому, как ты сказала. Дальше мы планируем следующие воплощения, когда наша душа готова и тверда для следующих воплощений. Вы закончили? Нет. Пожалуйста. Я смотрю, чем ты занималась перед воплощением. Ты принимала души, закончившие свой опыт на разных объектах. Это называется реабилитация на Земле. Ты помогала таким душам, встречая их и объясняя вопросы, ответы, энергии, то, что им нужно для перехода и осознания, где они. Проводники, иными словами, можно так сказать? Нет, это реабилитация. Проводник проводит с одного места на другой. Благодарю вас. Это не было твоей задачей. Все понятно. Благодарю вас, уважаемая Нигель. Десять вопросов, которые написала ваша подопечная, мы зачитали. Если вы хотите сейчас, возможно, активировать ее стержень или что-то от себя добавить. Стержень давно активирован. Энергии я рассказал, как выглядят. Их можно наблюдать. Именно их она показывала тебе после чистки. Отлично. Благодарю вас, уважаемая Нигель. Остался маленький такой нюанс. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который сюда к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. И мы спрашиваем разрешение куратора Нигеля передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за эту встречу, просто на добрые воспоминания. Это очень экзотический подарок. Замечательно. Нравится. Я с удовольствием приму его и благодарю вас за это. Благодарим им у вас, уважаемая Нигель. Передавайте от нас привет солнцу. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных и сделаем все от нас зависящее для того, чтобы помочь им в их развитии. Во всяком случае, открыть им новую дверь, в которую они пойдут уже сами. На этом месте мы закончили. Благодарю за это. Отлично. Желаем вам всего наилучшего и до скорых встреч. Некоторые кураторы не знают такую Возможность. Такую возможность встречи или же работают телепатически через знаки, когда они всегда понимают значение или не обращают внимания. Я буду знать, что есть такая возможность встречи со своим подопечным. Благодарю. Благодарим им и вас. И всего вам наилучшего. Искреннюю благодарность. Примите, пожалуйста, на этом месте от нас, от Светланы и от Веры. Да, будет так. А так и есть. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Светлана, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. И даже больше. Замечательно. После сеанса наш администратор перешлет вам манифест, а также ссылки на видео, где мы рассказываем, как заправляться энергиями, как сбрасывать негатив. Работайте над собой, развивайтесь. И все будет у вас хорошо. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Светланы в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта. Биоробот Продолжение следует...